Петрушка Миллион! Эх! Волшебный лорец открывается, И кто ж это вам улыбается? Потешный Буратино, надежный Чиполино, Емеля тут как тот. По щучьему веленью, по моему хотенью, Ребята сказку ждут. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-па-пам-пам! Волшебный лорец открывается, И сказка для вас начинается! КОНЕЦ Ну вот, остались вы без матери. Теперь нам придется ежедневный кусок хлеба и луковицу делить не на пять частей, а на четыре. Это легче и достанется каждому немножко побольше, но лучше бы до пять. Ну да ничего не поделаешь. Бери, мать. Это. Возьми швен. Прыск. Прыск. Субтитры сделал DimaTorzok Отец, у нас все равно больше ртов, чем кусков хлеба. Отпусти нас с Петером на заработки. Осенью мы вернемся домой. Мы ведь уже взрослые, отец, и справимся с любой работой. А с Вен, пусть оставимся с тобой. Нет, я тоже постараюсь найти себе работу. Отпускай меня, отец. Хорошо, идите. Мне всегда хотелось, чтобы вы научились какому-нибудь ремеслу. Я не пропаду. Наскому делу научить я вас не смог. Один я не пропаду. Только возьмите что-нибудь на память о родном доме. Отец, я возьму с собой твою куртку. Ты все равно будешь дома сидеть. Чему она тебе? Бери, мать. А я возьму с собой кастрюлю. Тебе, отец, все равно в ней варить нечего. А я ее продам. И пока не найду работу, буду жить на эти деньги. Хорошо, Петер, бери кастрюлю. А с Венду, с Венду ничего не досталось. Отец, а я возьму на память о родном доме вот этот гвоздь, на который ты вешаешь свою куртку. Вот дурачок. Тоже надумал таскать с собой к ржавой гвоздь. Да что ты с ним будешь делать-то? Ну, как знать. Может, и пригодится для чего-нибудь. Нехорошо смеяться над братом. Он прав. Может, гвоздь действительно на что-нибудь и пригодится. Нет, мы уж с Петером пойдем вместе, а ты, Свен, со своим гвоздем. Не ходи с нами. А то еще укоремся гвоздем. Ну что ж, милые братья, счастливого вам пути. Может быть, и увидимся. Прощай, отец, до осени. До осени, отец. До осени. Жили три брата в семье небольшой В избушке убогой. Жили, дружили, а каждый пошел Своей дорогой. Первому кутку взять довелось Кастрюлю второму. А младший с собой взял Обычный гвоздь Из отчего дома. Самый обычный, жалый гвоздь Из отчего дома. Что делать, а? Этак я до утра до дома не доберусь. Слушай, парень! Помоги мне! А что? Понимаешь, у телеги отвалилось колесо, а мне бы хоть до кузницы доехать. А-а-а, так у меня есть О, гвоздь. И его можно заткнуть вместо чеки. Только я даю вам его взаймы. Это гвоздь из моего родного дома. И он мне дорог. Забавный ты, парень! Получишь обратно свой дорогой гвоздь, как только доберемся до кузницы. Ну, давай его сюда. Эй! Для меня, для кузнеца Все подвластны чудеса. Я коня на всем скаку подковать могу. Крылья выковать для птахи, Панцирь сделать черепахе. Я работник чародей, Пей, мой молот, крепче бей. Для меня, для кузнеца Все подвластны чудеса. Льву я, если захочу, Когти заточу, Зубы новые для щуки Смастерят вот эти руки. Я работник чародей, Бей, мой молот, крепче бей. О, ну весело тут у вас. Мехи гудят, молот бьет. Ах, хотел бы и я быть кузнецом. Не смеши меня, Болтун. Где тебе удержать тяжелый молот? Тут не только силы нужны, И соображение требуется. Уж чего-чего, соседа, Сомажение у этого малого хватает. Знаешь, как он меня выручил по дороге? Если б не он, не доехал был я до твоей кузнецы, Ночевать был мне на дороге в телеге С отвалившимся колесом. Вот, держи, парень, свой гвоздь, И спасибо тебе. Ну, коли так, можешь оставаться мехи раздувать, Пока не выздоровеет мой младший брат. Кормить тебя буду досыта, Ну, еще дам несколько грошей за работу. Ну, что ж, спасибо. Я согласен. Согласен, согласен Вам проявить участие. Несите мне в лавку Черпак и медный таз, Светильник и подушку, Иголку и булавку. Тот час без промедления Куплю у вас. Несите, несите Сюртук и старый питель, И свечки, и ложки, Прошу нести ко мне. Куплю я подешевле, Продам я подороже, Вы будете довольны, А я вдвойне. Добрый день, Хозяин. День добрый. Хозяин. Да. Не купите ли У меня куртку? Ну, а чего не купить? Куплю. Ой, ой. Две монеты. Да вы что, хозяин? Что? Две монеты. Да этих денег мне не хватит, Чтобы добраться до дома. Две монеты. Куртка-то совсем еще новая. Ну, а если она новая, Да возьми ее и носи ее на здоровье. Что делать? Что делать? Ладно. Путь по-вашему. Одна. Одна. Две. Две. Все. Две монеты. Так и с голоду помереть можно. Ну, вот, Свент, Ты научился хорошему ремеслу. Да. К сожалению, я тебя не могу больше держать в кузнице. Мой младший брат выездоровел. Да с такими руками, как у тебя, Ты нигде не пропадешь. Вот тебе за работу. Желаю тебе счастья, парень. Спасибо за науку, хозяин. Прощайте. Жили ты, брата, в семье небольшой, В избушке у Бога. Жили, дружили, а каждый пошел Своей дорогой. Первому куртку взять довелось, Кастрюлю второму. А младший с собой взял обычный гвоздь Из отчего дома. Самый обычный, в жалую гвоздь Из отчего дома. Недолго я по дорогам бродил В поисках счастья. Меня своему ремеслу обучил Кузнечных дел мастер. Меня своему ремеслу обучил Кузнечных дел мастер. Нитка ходит за иголкой, За стежком идет стежок, Шить осталось мне недолго. Разошью кафтан я шелком Точно в срок. У окна весь день сижу я Труд портновский я люблю Пользу людям приношу я Даже мантию сошью я Королю. Знамени по всей округе Сшить могу жилет без шва. Да, нужны портному руки, Но важней в моей науке голова. О, так вы бы повесили кафтан, Хозяин, так вам легче было бы его Тристили. Только ты меня не учи, я без тебя знаю, Что мне надо делать. Так я могу помочь вам. Ну так помоги. Сейчас. Так. Кафтан, все, чистите. Это, погоди, погоди, Славный ты парень, Хочешь пойти ко мне в ученики? Да я с удовольствием остался бы у вас, Хотя по ремеслу я кузнец. Ну какой, ну какой ты кузнец? А я ж тебе шить-то научу. А? Согласен? Ну давайте, пожалуйста. Ну пойдем. Осторожно. Что, нечего в ней варить? Ну хорошо, я могу купить у тебя эту кастрюлю, но много денег ты за нее не получишь. Уж больно она потертая. Нет, совсем новая кастрюля. Ну, была бы новая, ты бы не принес бы ее старевщику. Ну ладно так. Две монеты и не гроша больше. Две. И не гроша больше. Раз. Два. Ну а вот этот гвоздь я заберу с собой. Все-таки он из моего родного дома, он мне дорог. Забирай, конечно забирай. Хотя жаль, что ты уходишь. Да я тебя всему уже научил. Слушай, а может останешься? Мне к осени нужно вернуться домой. Так до осени ты еще далеко. Хозяин, хозяин. Я так решил. Спасибо вам за все, но мне еще надо многое посмотреть. Ну решил, так решил. Прощай. Захочешь вернуться, твое место всегда с тобой. Прощайте, хозяин. Жили три брата в семье небольшой, в избушке убогой. Жили, дружили, а каждый пошел своею дорогой. Первому куртку взять довелось, кастрюлю второму. А младший с собой взял обычный гвоздь из отчего дома. Самый обычный ржавый гвоздь из отчего дома. Недолго я по дорогам бродил в поисках счастья. Меня своему ремеслу обучил Портновских деломастер. Меня своему ремеслу обучил Портновских деломастер. У сапожника забот не в проворот. Просто я не представляю, как мне жить. Этой срочно надо туфлик балу шить. Этот рваные ботинки мне несет. Тут прибей на обойке, там поставь каблук. Каждый просит, чтобы первому ему. Трудно, трудно, очень трудно одному. Обойдешься разве этой парой рук? Хоть бы кто-нибудь мне помог. Сынок, ты только послушай, что сейчас приключилось со мной. Возле дома стала я вешать для сушки белье. Как вдруг ржавый гвоздь, на котором была привязана веревка, переломился пополам, и все белье упало бы в грязь, если бы не этот молодой человек. Он его подхватил, вынул из кармана гвоздь, вбил его в стену и привязал к нему веревку. А потом, что ты мне сказал потом, сынок? Потом я попросил вас вернуть обратно мне мой гвоздь. Вот тебе гвозди, выбирай. Нет, нет, нет. Мне нужен мой гвоздь. Это же гвоздь из моего родного дома, и он мне дорог. Ага, ну раз так. Мой сын вобьет в стену новый гвоздь, а ты заберешь свой. А пока, сынок, садись за стол, я накормлю тебя ужином. Спасибо! Я и кузнец, и портной, а башмакишить не умею. Не говори глупости. Какой из тебя кузнец или портной? Ты просто смеешься. Слушай, парень, а вот сапожном и ремеслу я б тебя мог обучить. Правда? Сынок, правда, оставайся с нами. Я вижу, ты умный, прилежный. Оставайся, сынок. Оставайся. Спасибо. Я, пожалуй, останусь у вас. Но только до осени. Осенью мне нужно вернуться домой. Смотри, как надо делать. Учись! Жили три брата в семье небольшой, в избушке у Бога. Жили, дружили, а каждый пошел своею дорогой. Первому куртку взять довелось, кастрюлю второму. А младший с собой взял обычный гвоздь из отчего дома. Самый обычный, жалый гвоздь из отчего дома. Немалого я по дорогам бродил в поисках счастья. Меня своему ремеслу обучил сапожных дел мастер. Меня своему ремеслу обучил сапожных дел мастер. Добрый день, хозяин. День добрый. Вот, пришел. Хочу купить у вас кое-что. Ну что ж, выбирайте, все. Уйду. Ох. Дешево. Ну-ка, покажите мне эту куртку. Эту куртку. Вот. Сколько вы за нее хотите? Десять монет. Куртка новая, совершенно не одеванная. Берите, не прогадайте. А у кого бы ее купили? Ну, у кого бы не купил, дешевле она не станет. Хорошо, хорошо. Я возьму ее. А сколько вы хотите вот за эту кастрюлю? О, эта кастрюля очень хорошая кастрюля. Это просто новая кастрюля. И стоит она тоже десять монет. Ну, хорошо. Я беру ее. Ну, что ж. Скажите, а карманные часы у вас есть? Ну что, натерпелись вы голода и нужды, а ничего не заработали. Весной опять пойдем. На полевые работы. Ну, ну. Здравствуй, отец. Привет, Макс. Здравствуй, Фетер. Ну-ка, помогайте мне. Что? Ну-ка, ну-ка, пошли. Куртка. Ты смотри. Тут я же. Куртка. Вот твоя куртка, отец. Куртка, отец. А вот и кастрюля вернулась в наш дом. А эту рубашку, Макс. Спасибо. Эти сапоги, Петер. Это мне? Да, я сшил сам, ведь я теперь и портной, и сапожник. Сапожник и портной. А вот. Спасибо. Вот тебе часы, отец. А. Я их купил у старьевщика. А цепочку к ним я сделал своими руками, ведь я теперь и кузнец. 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 А вот и все заработанные мною деньги. А. Деньги, отец. Деньги. А вот. Вот и гвоздь. 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 Гвоздь от нашего родного дома. Ведь это он помогал мне всегда. Гвоздь от Огады за отец. КОНЕЦ 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 Увидеть хотите? Скорее, ребята, петрушки пишите! И ваши рисунки, и ваши игрушки Вы тоже друзья! Присылайте петрушки! Волшебный ларец закрывается, И с вами, Петрушка, прощается!